Эмиграция – штука довольно сложная, а слова «где я родился, там и пригодился» для многих из нас имеют достаточно сомнительный смысл. Эмигрировать значит совершить акт доверия к себе, своему выбору, стране и культуре, который вы выбрали. Поэтому такой выбор должен основываться не только на любви к той или иной стране, но и на том, что выбранная страна может вам дать. Это должны быть страны и города, которые предлагают хорошие перспективы работы, любят разнообразие в социальной жизни и предлагают увлекательные возможности для путешествий. Такой опыт может не только изменить вашу жизнь, но и сделать ее настолько фантастической, что вы больше не захотите возвращаться домой. Какие города наиболее подходят для переезда и почему считаются лучшими для жизни? Номер 1. Амстердам, Голландия. По версии компании Mercer, Амстердам занимает 11 место в рейтинге качества жизни в городах мира. Амстердам обладает особой атмосферой и энергией, которые отдают международным духам и современной дизайнерской сценой. Благодаря его архитектуре. При этом городу удается сохранить большую дозу аутентичности, типичной для голландцев. Вы можете кататься по каналам, покупать тюльпаны в Блуменмаркете и ходить по тем же улицам, через которые проходил Рембрандт. У жителей Амстердама отличное чувство ритма касательно работы и личной жизни. Они способны наслаждаться и тем, и другим. И вы точно научитесь ценить этот образ жизни, проводя выходные в парке Ванделла, потягивая бокальчик другой Хайнекена в деревянных барах вдали от рабочей почты. Но самое главное, Амстердам находится всего в нескольких часах езды от четырех разных стран, что позволит вам посетить Дюссельдорф, Брюссель, Лиль и Люксембург на выходных. И наполнить их искусством, архитектурой и отличным настроением. Средняя зарплата в Амстердаме около 2700 евро. Но если вы являетесь представителем одной из наиболее востребованных профессий, то оплата труда будет выше. 4000 евро для работников IT-сферы, 3000 евро для бухгалтеров и так далее. Минимальная зарплата составляет 1635 евро, а квартирку-студию можно снять за 1000 евро. А на транспорте здесь можно отлично сэкономить. Влившись в культуру голландцев и освоив велосипед, таким образом получится улучшить и здоровье, и сэкономить денежку. Номер 2. Сингапур. Сингапур – международный финансовый центр с многонациональными корпорациями и коммуникационными компаниями. Глядя на возвышающиеся к небу небоскребы, невольно начинаешь думать об удивительных карьерных перспективах. Говоря о возможностях, которые может дать этот город, нужно также упомянуть, что здесь очень низкий процент преступности и завидный общественный транспорт. Разнообразная азиатская еда – это еще один из поводов переехать. Обжаренная лапша, кокосовое варенье кая, раджак, пряный салат – это лишь некоторые из блюд, которые нужно попробовать. Сингапур очень доброжелательен к иностранцам, ведь их здесь более четверти населения. Средняя зарплата жителей Сингапура составляет 2600 евро. Квартиру с одной спальней в 30 минутах от центра можно снять за 1000 евро. Канбера. Австралия. Час на нашем воображении возникает мысль, что переезжать нужно в Сидней, ну или как минимум Мельбурн. Но Канбера ведь столица Австралии. Это малоизвестный город по сравнению с другими австралийскими мегаполисами. Этот город очень молодой, ему всего 100 лет. Жители города отмечают, что здесь не бывает пробок на дорогах. Город имеет довольно обширную площадь 814 квадратных километров, оправданную наличием многочисленных зеленых насаждений, которые делают его просторным городом. В отличие от многих мировых столиц, население здесь всего 370 тысяч человек. Эта особенность делает город довольно тихим. Приятно также и то, что море и горы находятся всего в двух часах езды от столицы. В Канбере самые высокие австралийские зарплаты, около 4-5 тысяч евро. А жилье можно снять и за 1000 евро. И это в центре города. Номер 4. Монреаль, Канада. Этот город называют Парижем на другом краю света. А ЮНЕСКО его именовал городом дизайна. Монреаль – второй по величине город Канады, после Торонто. Это отличное решение для тех, кто намерен переезжать сюда учиться. Именно в Монреале находятся одни из самых топовых университетов мира, один из которых – Могил. Этот город определенно можно назвать студенческим. И здесь совсем не стыдно быть вечным студентом. Абсолютно нормально, что на парах вы можете видеть как молодых ребят, которым по 20 лет, так и тех, кому уже за 45. В Монреале есть множество преимуществ для новичков. Ну, то есть тех, кто переехал сюда недавно. Для семьи, детей, студентов, людей с ограниченными возможностями. Здесь есть и свое русскоговорящее сообщество эмигрантов, которое помогает понять, что и где лучше. Где и как сэкономить, чтобы жить в достатке. Монреаль имеет особое очарование, связанное с его величественной архитектурой 19 века. Скрытыми сценами блюза и джаза, разнообразной гастономической культурой. При средней зарплате в 4000 евро, в этом городе можно снять квартиру за 1000 евро. В городе в течение года проводятся многочисленные мероприятия и фестивали. Летом, с наступлением теплой температуры, весь город, кажется, собирается в парках. Люди устраивают барбекю, прогулки пешком или на велосипеде, занимаются спортом на открытом воздухе. Зимой, однако, здесь довольно холодно и Монреаль считается самым холодным в Канаде городом. Зато недалеко есть места, где можно покататься на лыжах и здесь огромное количество бесплатных ледовых катков. Этот город определенно подойдет всем любителям зимних видов спорта. Портланд, США. Портланд с его населением около 600 тысяч человек является самым густонаселенным городом штата Орегон, который для американцев является символом нетронутой природы. С его хвойными лесами, природными парками, отсутствием загрязняющих отраслей и перегруженных мегаполисов. Портланд определенно можно назвать молодым студенческим городом, ведь здесь находится всемирно известный Портланд State University. А всего в часе езды от него находится крупнейший университет штата Орегон, государственный университет Орегона, где учатся более 30 тысяч студентов. Если вам интересна учеба за границей, ссылки на эти вузы и учебу в Америке вы найдете в описании к данному видео. Ну а любители культурно обогатиться по достоинству оценят Powell City of Books. Это самый большой книжный магазин в мире. Портланд также известен благодаря традиционно проводимому фестивалю ROS. Поэтому все любители цветов и романтики, возьмите себе этот город на заметку. Что касается заработной платы, то в евро она составляет около 5 тысяч, а квартиру можно снять за 1700. Наши соотечественники, которые уже несколько лет живут в Портленде, отмечают, что цены на продукты и развлечения здесь иной раз даже ниже, чем в России. Единственная трата, которая будет существенно выше, чем у нас в России, это интернет. В Америке он обходится примерно в 55-75 долларов в месяц. Для девушек еще головной болью могут стать всякие бьюти-процедуры, маникюр, педикюр и так далее. Ценные в салонах красоты значительно выше, чем в России, а качество при этом часто хуже. Но наши люди своих везде найдут. Это касается и частных мастеров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!